Бедный дядя Том Детям он показался забавным и даже милым старым джентльменом. Особенно, когда достал из кармана конфеты, он позволил ребятишкам самим по очереди заглянуть в его пакет и взять ту конфету, которая им понравилась больше всего. Перед этим дети с интересом наблюдали, как приятной наружности старый джентльмен задумчиво бродил по лесу неподалеку от места, где они веселились. Потом они перестали играть. Он подошел к ним, сел и начал знакомиться. «Меня зовут Хью, как и моего папу», важно произнес старший из мальчиков. «Это Лили, а это Том», представил джентльмену и остальных ребят разговорчивый Хью. Джентльмен быстро и внимательно взглянул на Тома, затем осторожно спросил, «А в честь кого так назвали этого парня?» Лица детей вдруг стали серьезными. «Его так звали в честь бедного дяди Тома?» – тихо поведала Лили, который ушел в море и утонул. В минуту воцарилось молчание. Затем джентльмен снова заговорил, «Значит, бедный дядя Том утонул?» «Да», – с грустью ответил Хью. «Его корабль затонул в море, и все погибли, кроме двух человек, которые спаслись на лодке. Но дяди Тома среди них не было. Папа очень долго ждал, что дядя Том вернется, но так и не дождался. Тогда наш папа поставил вон тот памятник во дворе церкви, и мы можем видеть его с нашей скамьи, когда проходит богослужение. А еще мы всегда поем о божьих святых в день рождения дяди Тома», – сказала Лили. «А папа тогда немного плачет», – я видела своими собственными глазами. «А вот и нет, он вовсе не плачет», – возмутился Хью. «Папа – мужчина, а мужчины не плачут». «Но он плакал», – утверждала Лили. «Рано утром я видела у него на щеке маленькую слезинку. Сегодня день рождения дяди Тома, и папин голос немного дрожал, когда он вспоминал об этом. Он очень любил бедного дядю Тома и говорит, что дядя Том был очень хорошим». Незнакомец молча сидел, уставившись в землю, думая о чем-то своем. «Давно ли дядя Том уехал?» – спросил незнакомец. «Прошло уже десять лет», – ответил протяж на Хью. «Я родился как раз в тот год, когда он уехал». «Десять лет!» «Так оно и есть», – прободмотал тихо джентльмен. «Всего каких-нибудь десять лет. А кажется, прошло уже сто». Дети удивленно переглянулись между собой. «Вы что, знали нашего дядю Тома?» – с любопытством и волнением спросил Хью. «Да, я очень хорошо его знал. Я был с ним тогда на корабле. Какое счастье, что вы не утонули!» – радостно воскликнула Лили. Незнакомец задумчиво улыбнулся. «Нет», – сказал он, – «я не утонул. Я выбрался». Дядя Том часто рассказывал мне о своем доме. Однажды он рассказал мне, что в парке выразал свое имя на буковом дереве. Я пообещал, что обязательно найду это дерево, если когда-нибудь вернусь домой. «О, я вам его с радостью покажу!» – воскликнул Том. «Это вон на том буковом дереве, недалеко отсюда. Идите за мной, вон оно!» Мальчик указал на дерево, на коре которого были вырезаны инициалы и дата. «Оно хорошо сохранилось», – сказал пожилой джентльмен. «Я думал, к этому времени дерево уже заросло или засохло. Папа всегда приходит и расчищает этот бук в день рождения дяди Тома», – сказал мальчик. «Смотрите, а вон и наш папа идет. Я побегу и скажу ему, что вы здесь». «Папа!» – закричал Том, убегая навстречу отцу. «Папа, иди сюда!» «Вот джентльмен, который хорошо знал нашего дядю Тома!» Когда отец подошел поближе, то остановился, как вкопанный, не сводя широко раскрытых глаз из пожилого джентльмена, а затем громко вскрикнул. «Том! Том! Неужели это ты? Это в самом деле ты?» Все еще, не веря своим глазам, восклицал папа. Мужчины крепко обнялись, а затем стали внимательно рассматривать друг друга. Да, это действительно был дядя Том. Он не утонул. Когда корабль потерпел крушение, мужчина сумел добраться до ближайшего острова и жил там некоторое время, питаясь рыбой, птичьими яйцами и кокосовыми орехами, поджидая проходящий поблизости корабль, как Робинзон Крузо. Наконец, после долгих десяти лет ожиданий, наконец появился корабль, который и забрал его с того острова. Добравшись до Англии, он не стал никому писать письма, а сам приехал в свой родной дом. За все это время дядя Том, конечно же, не получал никаких известий о своих близких. В родной деревне никто не узнал дядю Тома, потому что тропическое солнце сделало его кожу смуглой и морщинистой, а долгое ожидание, горькое одиночество и трудности выживания на острове посеребрили его волосы. Только родной брат узнал его по глазам, потому что прежде они очень любили друг друга. «Но что же теперь папа будет делать с вашим памятником?» — серьезно спросила Лили, сидя в тот вечер на коленях у дяди Тома. «На нем такой красивый ангел!» После недолгих размышлений все дружно решили, пусть этот памятник напоминает всем людям о том, что вера, надежда и любовь помогают преодолевать самые тяжкие преграды — горести и несчастья. И, возможно, эта история, словно искорка Божьей любви, сможет ободрить чьи-то утомленные жизненными невзгодами сердца. Дорогие друзья! Сотрудники «Капли Сота» подготовили этот материал специально для вас. Все медиафайлы вы можете найти на мобильном приложении «Капли Сота», где мы регулярно публикуем новые аудиоматериалы. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Капли Сота»